Здравствуйте, друзья! Обратился ко мне человек, у него резюме, вот вы видите это резюме у меня на экране, я немножко там изменил имя на Иван Иванов, так сказать, абстракция некоторая. И вот оно выглядит вот так издалека, я специально сделал его таким, чтобы читать было пока неудобно, но чтобы вы посмотрели на его внешний вид. Дело в том, что последние несколько лет в США появились такие модные шаблончики, вот как примерно такое, как вы видите, где-то их бесплатных полно, где-то их там по 15 долларов продают, и вот как бы все сделано для того, чтобы оно выглядело так прикольненько, но читать было неудобно. Я как человек, который имеет дело с очень большим количеством резюме, не только те, что я пишу, но и те, что я там изучаю, смотрю и так далее, я хочу сказать, что это крайне редко встречается на рынке, то есть есть люди, которые вот это вот делают, но оно неудобно читается. И мы сейчас начнем обсуждать, что там посерединке, но я хочу сказать, что если я вижу вот такой формат, первое, что я начинаю думать, что у человека плохо с навыками, плохо с чем-то таким, что вот он хочет продать, и он хочет привлечь к себе внимание вот какой-то такой идиотской формой, которая сделана так, чтобы людям было неудобно. Ну, еще раз, это мое такое субъективное, я бы вот этого не делал, оно действительно неудобно читается, особенно если бы тут была вторая страница и третья, это началось бы совсем плохо. Ну, давайте мы больше будем вот как бы от формы, перейдем немножко к содержанию и посмотрим, что это за резюме такое. Значит, наш Иван Иванов, что он о себе говорит? Тут он говорит «about». Вообще, надо сказать, что в резюме «about» это довольно странная такая штука, и можно было бы назвать, например, «саммари оф квалификейшн», или как-нибудь так вот «саммари», но когда ты пишешь «саммари», то в основном ты пишешь там буллеты, понимаете, вот «раз, два, три, четыре я», «раз, два, три, четыре буллеты помогают чтению», а вот эта вот простыня, бесформатная, она затрудняет чтение. Я уже не говорю про дырки здоровенные вот тут, между девелопингом, дайнемиком и веб. Оно, значит, такой аджастмент у него сделан там по краям, с такими большими дырами. Это результат того, что мы пользуемся вот этой вот дурацкой схемкой, и читать неудобно. Что мы узнаем о человеке? Значит, он сказал, что он Java-девелопер. Это хорошо. Чего я не знаю о человеке? Вот я обычно, когда вижу резюме, да, там контактная информация сразу идет. Тут ее как бы нет. А где она? А она ниже. Вот. У него есть имейл, у него есть телефон. Он живет где-то в США. Я не знаю, где в США, но, во всяком случае, неплохо было бы сказать, что город такой-то, штат какой-то там и так далее. У него на самом деле в резюме есть. Это он тут так упростил. Но, в общем и в целом, значит, я бы еще хотел знать, какое у него разрешение на работу. Он вот здесь пишет, вот тут, вот тут он пишет. У меня есть грин-карта, только что приехал в США. Ну, хорошо, понимаю. Но еще раз, это нечитаемая вещь. То, что у тебя есть грин-карта, я хотел бы знать до того, как я начинаю вникать в чтение, честно сказать. Вот как бы важная информация вот здесь где-то затерта. И ни у кого нет времени вчитываться вот в эту вот фигню. Ваша задача сделать резюме удобным для чтения тем людям, которые читают. Потому что все, что вы сделали неудобным, из важного, бьет по вам. Вы за это будете платить. Значит, хорошо. Что мы знаем про этого человека? Он хочет быть Java-девелопером. Да, вот мы это видим тут. Он даже не говорит там Junior, Senior, там Mid-Level. Какой-то Java-девелопер. Хорошо. Чем же он занимался? Он последний год и два месяца. Тут небольшая дырочка, тут пару месяцев. Но неважно. Год и два месяца. Он был начальником IT-департмента. В какой-то там рога и копыта, какой-то конторе. Если ты хочешь быть Java-девелопером, а ты был начальником IT-департмента, может быть, знаете, там, где он жил, может быть, там принято, например, вот если иникейщик какой-то, но он один, то он уже начальник IT-департмента. Здесь так не положено, неприлично так. Если ты начальник IT-департмента, то тебя никто не будет рассматривать на Junior Java-девелопера. Понимаете, начальник это начальник, у него и мысли другие, интересы другие. И вообще, чего начальник вдруг вернется там на три ступени назад и будет там Junior Java-девелопером. Зачем? Вот он пишет, да, какие у него обязанности там были. Значит, он был, направлял и организовал все IT-related проекты и инициативы. Ну, здесь это начальник. Планировал внедрение новой ERP-системы. Значит, там обеспечивал руководство и формулировал там какие-то новые и легоси, то есть какие-то доставшиеся в наследство IT-системы. Ну, то есть такой начальник IT-департмента. Ну, тут страшное дело. Кем он был до начальника IT-департмента? До начальника он был инженером по техникум саппорту. Да? В поддержке работал. Сколько он там работал? Ну, меньше трех лет. Немножко меньше трех лет. Вообще, интересный переход. Из саппорта он вдруг становится начальником IT-департамента, там управляет чем-то такой неожиданной. А что у него за образование такое? Образование такое у него, что он шесть лет учился по специальности Electronic Instruments and Devices. Ну, скажем так, электронщик. Хорошо. То есть не компьютерщик в прямом смысле, да? Поработал немножко в саппорте и потом, значит, вот туда. Про саппорт у него ни одного буллета нету, чем он занимался в саппорте. Я спрашиваю себя, ты хочешь быть... Ты же сказал, ты хочешь быть Java-девелопером? А с чего вдруг тебе дать работу Java-девелопера, если ты в жизни, судя по этому делу, строчки не написал? Как? Что делает тебя Java-девелопером? Значит, образование мы подняли, он электронщик. В семнадцатом году закончил. Молодец. Тут у него еще какие-то курсы. Вообще, вот я, как человек, который из тестирования, мне режет глаз. Вот когда я вижу вот этот пробел, вот слева от буквы D, да, дырка, пробел, вот место оставлено, мне это режет глаз. Это неаккуратный человек. Вот он к себе относится неаккуратно. А он говорит, Миша, это мелочь. Конечно, мелочь. Но у него этих мелочей тут уже вагон и маленькая тележка. Поэтому... А зачем это мелочь-то? Ну, что ж так, это же твое резюме. Курсы. В течение последних двух лет я постоянно улучшал мои навыки, там, чего-то, да, в объектно-ориентированном программировании, какие-то там Solid Principles, Skills in API Web Development. А что ты мог улучшать, если ты не работал? Проектов не... А нет, там дальше есть проекты. Окей, участвовал в Java курсы, он брал на Prog.ua. Вы представляете, да, друзья, как американские работодатели знают хорошо и ценят Prog.ua. Значит, достиг 26 уровня мастерства в решении задач на Java Rush. Офигеть! Видите, тоже очень известны все американские наниматели, все шлют туда своих сотрудников, чтобы они там чему-то научились, да? Как может показаться? Личные проекты у него. То есть он делал какие-то личные проекты, и вот на этом основании хочет, чтобы ему дали работу. Но проекты у него в самом низу. А с самого верха у него то, чего на самом деле как бы против него работает. Значит, у него какой-то онлайн-магазин. Ну, вообще не shop, обычно store пишут, но не важно. Значит, какое-то приложение, которое что-то там делает. Значит, он описывает проект сам по себе. Он не описывает своего участия в проекте. То есть он как бы лично, ну как бы получается так, что он лично все разработал. Но что он разработал, мы не знаем. Мы только видим описание проекта, описание второго проекта, описание третьего проекта. И в самом конце идет то, что должно было бы быть на самом верху, это то, что он, собственно, умеет. То есть он мне говорит, хочу быть Java-девелопером, а вот какие-то полезные ключевые слова, которые могли бы меня заинтересовать, он их упрятал в самый низ. Меня в данном случае вот интересует, почему человек обращается ко мне вот с этим вот, вместо того, чтобы посмотреть те ресурсы, которые у меня есть, о том, как пишется резюме, и как-то воспользоваться. Ну давайте я вам покажу, чтобы вы знали. Вот там портнов, я извиняюсь, портнов.com.ru Это курс 2011 года, там по тестированию, но не суть. И я, значит, в этом курсе 10 занятий. Вот, пожалуйста, 9 урок. Это американское резюме, формат, структура, типичные ошибки при написании, сопроводительное письмо, вопросы на собеседование. Там есть, на самом деле, если мы посмотрим в описании урока номер 9, вот он. Значит, тут есть словечи там специальные, так далее. Значит, кроме того, на сайте портнов.com, я, честно сказать, не уверен, они недавно его меняли, ресурсы. Да, вот, пожалуйста. Нет. QA-interview-tips, links. Ну, хорошо, давайте мы пойдем на то, что там раньше было, oldportnov.com. И вот на старом сайте портнов.com, если вы вниз туда пойдете, тут будет QA-резюме-сэмплс. Вот они, эти QA-резюме-сэмплс. Ну, на самом деле, там не только QA, а там их вот по 25 профессиям. Вот, допустим, Java Developer. Вот Java Developer, пожалуйста. Значит, он мог пойти на Java Developer. Там 16 резюме. И вот он мог набрать, например, там для Experience Summary. Вот, пожалуйста. Значит, потом идет там Technical Skills. Потом идет, что человек делал, какие проекты, один за другим, за третьим и так далее. Потом там второе резюме, что у него. Вот у него какие, какой-то коротенькое такой summary, более скромненькое. Потом Work Experience, какие-то проекты. Там изменены все там названия и так далее. Просто я давно делал эту коллекцию. Я не то, чтобы ее там каждый день освежал. Но там, ну, вы можете посмотреть, как делаются резюме. Да, так что, если мы пойдем, значит, сейчас я думаю, значит, если... Ну, хорошо. Вот, то есть есть какие-то ресурсы. Если ты уже ко мне обращаешься и ты меня знаешь, что ж ты не посмотришь, как резюме это делается. Дальше что? Да, ему помогала девушка из Германии. Девушка, живущая в Германии, он мне потом рассказал, она ему помогала. Друзья, нельзя так к себе относиться. Девушка, может быть, сделала максимум того, что могла. Дальше у нее Soft Skills, Problem Solving, Understanding Standards. Вот, как бы, ну, то есть понятно. Дальше, вот смотрите, у нее тут интересно. Языки. Украинский, русский, английский. И это зачем? Это что еще уровень, значит, мастерства у него. Там Си-2, Си-2, Си-1. Это же кто тебе должен знать, что такое Си-1, что такое Си-2. То есть вот, ну, ты же все-таки в Америку приехал. Это другая страна. В Германию поедешь, там одна страна, а у нас другая. Там, скажем, в Украине третья. А в Таджикистане четвертая. В Индии пятая. Понимаете? Ну, всюду свои какие-то дела. Ты же режима делаешь на американский рынок. Ты же не можешь вот так. Значит, следующий вопрос у нас состоит в том, что человек хочет быть джуниор-девелопером. А тут у него хрен знает, что понаписано. Вот это его весь work experience. Это все против него. Значит, я специально вам хотел показать резюме из буткампа, который называется Hack Reactor. У них резюме практически неотличимы там у людей друг от друга, ну, по сути своей. Вот. Значит, тут еще у них сопроводиловка идет на второй странице, там что-то он там пишет. Вот. Но вот и резюме. Вот оно. Вот полный. Вы видите полный текст резюме. Здесь тоже смешные вещи какие-то есть, которые я бы, например, выкинул. То есть он хочет быть там программистом тоже, а здесь он пишет, что он в ресторане работал и еще раз в ресторане работал. Вот этот ресторанный его опыт абсолютно не нужен ни для чего. Ну, вот он же не то, что анкету там в ЦРУ заполняет, что они сейчас будут его там проверять. Выкини он нахрен это самое, тоже что-то лишнего пишет. У него опыта нет вообще, да? То есть, ну, он пишет, что вот он в этом своем Hack Reactor типа вот там помогал там в чем-то и там бла-бла-бла. Но, посмотрите на его резюме. У него, правда, отсутствует, что он хочет быть там JavaScript девелопером. Вот фразы такой нет. Но у него начинается с технических навыков. Вот то, что было в самом конце у нашего Иванова, да, вот у Петрова, вот этого из буткампа, у него на первом месте. Потому что и есть самое важное, что привлекает внимание. Он говорит, у меня есть JavaScript, у меня есть React, там еще какие-то вещи пошли-пошли-пошли. Такие бэкэнды у меня, Node, JS, Express и так далее. Языки английский, корейский, Spanish. Ну, хорошо, языки, пусть будут языки такие. Human languages, не страшно. У него отсутствует полностью summary, да? То есть, где он должен был бы написать, вот как у нас там, да? Что он знаю вот это, знаю вот то, знаю вот все и так далее. Они хотят сделать резюме на одну страничку. И вместо того, чтобы написать summary, что само по себе тоже привлекательно. Они вот пишут его какой-то опыт, там где он на кухне работал, ну или там даже может быть шефом. Но, ну, 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 ну хорошо. Мы не критикуем резюме Hack Reactor. Мы говорим о том, что в резюме Hack Reactor главное на месте идут навыки, так, и учебные проекты. Значит, у них тоже учебные проекты. Не три, как у нашего там Иванова, а у нас, или он там Иванов, я думаю, может, я фамилию перепутал. Наш Иванов, да. Вот наш Иванов, а там Петров. Вот у нашего Иванова было три проекта. У этого четыре проекта. Неважно количество. Но посмотрите, что он делает. Он говорит, вот у меня вот такой проект. И еще у него код. Видите, он код в гитхабе выложил, можно посмотреть. Это не то же самое, что сказать, что я делал вот такой проект. И дальше у него три буллета, что он там конкретно делал. Следующий проект у него три буллета, что он там делал. Следующий проект у него два буллета. И следующий проект у него три буллета. Безусловно, можно было под каждый проект написать этих буллетов там и 4, и 5, и 10. И для этого я и даю образцы написания резюме вот этим, чтобы было понятно, о чем люди пишут. Но это и есть experience. это и есть то за что тебя возьмут на работу вот вместе с техникал скилл да вот вместе с этим и я тоже не вижу он тут написал где-нибудь или может я просто не заметил что у него есть грин карта например да нет 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 не пишет может у него в письме там что-то есть вот во всяком случае это резюме нацеленная на навыки на опыт причем опыт то у него студенческий там он весь будкам три месяца у них значит может быть наш иванов может быть он целый год изучал там два года классы брал может быть он за это время там пять проектов сделал но но проекты это синоним слова experience слово опыт техникал скилл это то что заставляет людей прочитать то что там дальше написано и вот так делается резюме да если ты хочешь чтобы на тебя реагировали и вот какие-то общие идеи то есть это несложно сделать но но просто надо понимать фундаментальные принципы для того чтобы понимать фундаментальные принципы нужно ну в конце концов если ты уже меня знаешь но хотя бы мой материал из чего-то вот вот он материал вот там есть образцы резюме вот мои лекции вот он вот у меня на канале боже мой сколько у меня на канале про резюме и про все эти дела кстати у нас есть курс давайте-ка я попробую значит кроме вот этого значит портновком сейчас я просто уже не очень хорошо помню портновком 2018 это более свежая версия и насколько я помню там тоже были по поиску работы да вот у меня тут есть это поиск работы в сша значит где-то там есть вопросы на интервью ага да 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 вопросы на интервью туда-сюда планирование практикум уровне типа сейчас найдем поиск работы в сша пожалуйста в дополнение это не повторяет то что мы там значит обсуждали в одиннадцатом году это дополняет то что мы обсуждали в одиннадцатом году вот тебе еще два вебинара по поиску работы и так далее значит в конце концов ё-моё возьми вот возьми проекты которые мы тут делали нас вот проекты в приложения мобильная там надо возьми проект скажи что ты где-то там когда работал в саппорте да напиши что ты в саппорте там участвовал в тестировании например начальника вообще не пиши где там это резюме его несчастная вот это значит во первых в техникал саппорт надо написать там три-четыре булета что он там саппортов и за и параллельно там два две-три позиции что он там может быть тестировал может быть он воин бокс тестировал уже все-таки языки знает какие то что он делал там помогал воин бокс тестирование уже другое дело а вот то что он тут начальником был айти департмента может быть если это та же компания рога и копыта то может быть вообще это вредить этот срок добавить в техникал саппорт и сказать что он был там техникал саппорт я не знаю может быть они ему подтвердят что он там тестировал white white box или может быть даже программируют я не знаю это его детали какие-то но вот вот это то что он написал это просто вот сам себя зарезал характере себе сделал вот собственно вот все его резюме то есть я не знаю насколько его хватит например с моего объяснения допустим подправить это все и я сейчас на самом деле не этим занимаюсь потому что мы с ним уже индивидуально переговорили в skype я ему все сказал и он там пошел чинить вот а я просто отложил немножко вот это обсуждением и собственно вот так такая история друзья я надеюсь что вам полезным было в понимании того как это работает и все такое и я могу сказать что я сделал в своей жизни свыше десяти тысяч резюме для выпускников пары порно в компьютерском свыше десяти тысяч сколько я просмотрел там чужих и тогда это вообще даже не считаю и на сегодняшний день в порно в компьютерском нет ни одного резюме которая может выйти на рынок без того чтобы я его одобрил то есть я сейчас пишу их не так много есть два человека которые мне помогают но каждая резюме прежде чем она к студенту попадет я его должен одобрить я всегда какую-то ну раз через раз не всегда раз через раз в нашу какую-то правочку же люди которые делают эти резюме они очень квалифицированы они уже мастера большие этого дела но все равно что-то я такое вижу чего они может быть еще не видит и так далее и так далее поэтому если вы друзья соберетесь когда-нибудь учиться чему-нибудь в частности там тестируя программное обеспечение да вы знаете где надо учиться для того чтобы ваше резюме делали ну скажем люди квалифицированы так назовем это так счастливо и до новых встреч